Доктор Уаффа Султан, арабо-американский психолог на одном из ведущих арабских каналов Аль-Джазира ТВ 21 февраля 2006 года. Столкновение, которое мы наблюдаем сегодня по всему миру, это не столкновение двух религий и даже не столкновение двух культур. Это столкновение двух противоположностей, двух разных эпох. Столкновение между менталитетом Средневековья и менталитетом 21 века, между культурой и отставанием в развитии, между цивилизованным и примитивным, между рациональностью и варварством, между свободой и подавлением, между демократией и диктатурой. Столкновение между правами человека и их нарушением. Столкновение между теми, кто воспринимает женщину как животное, и теми, кто относится к ней как к человеку. То, что мы видим сегодня, это не вражда между двумя разными цивилизациями. Цивилизации не враждуют между собой, они конкурируют друг с другом. Из ваших слов я должен понять, что то, что происходит сегодня, это лишь столкновение между цивилизованностью Запада и отсталостью невежества мусульманства? Да, я имею в виду это. А кто, по-вашему, выразил эту самую идею о столкновении двух культур? Разве не Самуил Энтингтон? Это не был Бен Ладен. Я бы хотел, чтобы вы высказались по этому поводу, если вы не возражаете. Мусульмане – это те, кто начали использовать это выражение. Мусульмане – это те, кто начали межкультурную вражду. Пророк Ислама сказал, повелеваю вам воевать с людьми до тех пор, пока они не уверуют в Аллаха и его посланника. В тот момент, когда мусульмане разделили людей на мусульман и немусульман и призвали воевать с другими до тех пор, пока те не примут их веру, они тем самым положили начало этому столкновению. Так они начали эту войну. Для того, чтобы остановить эту войну, мусульманам следует пересмотреть их исламские книги и программы обучения, полные призывов к войне с неверующими. Амитай говорит, что он никогда не оскорбляет чужой веры. В таком случае, какая культура в нашем мире позволяет ему называть других людей именами, которых они себе не выбирали? Когда одних он называет богоподобными, народом священного писания, а других приравнивает к обезьянам и свиньям? Или когда он называет христиан теми, кто гневит Аллаха? Кто сказал вам, что мусульмане народ священного писания? Они не народ священного писания, они народ многих писаний и книг. Любые выгодные вам научные книги, имеющиеся сегодня у вас в наличии, это их, не мусульман книги, плод их свободного и созидательного мышления. Кто дал тебе право называть их теми, кто гневит Аллаха? Или теми, кто пошел неверным путем, а потом приходить сюда и утверждать, будто твоя вера велит тебе избегать оскорбления веры других. Я не христианка, не мусульманка и не иудейка. Я человек светский, я не верю в сверхъестественное, но я уважаю право других верить в это. То есть вы неверующие? Вы можете называть это как хотите. Я спрашиваю вас. Я светский человек и я не верю в сверхъестественное. Если вы неверующие, тогда не имеет смысла пытаться вам что-либо доказать, ибо вы тем самым уже осквернили и ислам, и пророка, и Коран. Это мое личное, не касающееся вас. Брат мой, ты можешь верить хоть в камни, до тех пор, пока ты не бросаешь ими в меня. Ты волен преклоняться перед кем угодно, но вера других людей – это не твое дело. Верят ли они в то, что Мессия есть Бог, или что Он сын Марии, или же что Сатана – это Бог и сын Марии? Дай людям жить по их вере. Евреи пережили трагедию катастрофы и заставили мир уважать себя, благодаря их знаниям о непосредственных террорах, благодаря их собственным усилиям и труду, а не при помощи криков и воплей. За большинство открытий и научных прорывов 19 и 20 столетий человечество обязано именно еврейским ученым. 15 миллионов людей, разрозненных по всему миру, объединились и добились своих прав, благодаря собственному труду и знаниям. Мы еще ни разу не видели ни одного еврея, который бы взорвал себя в немецком ресторане. Ни разу не видели, чтобы хотя бы один еврей когда-либо уничтожил церковь. Ни разу не видели ни одного еврея, выражающего протест посредством убийства людей. Мусульмане разбили в пух и прах три статуи Будды. Мы еще ни разу не видели ни одного буддиста, разрушающего мечеть, убивающего мусульманина или сжигающего здание посольства. Только мусульмане защищают свою веру посредством сжигания церквей, убийства людей и поджогов посольств. Этот путь не приведет ни к каким результатам. Мусульманам стоит сначала спросить самих себя, а что они способны сделать для человечества, прежде чем требовать от него уважения.